Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Я уже снимала видео о том, как лечила пяточную шпору моя мама. Она ее лечила довольно долго, перебирала народные рецепты и лучшие из них мы вам показали в видео. Ссылку на него я обязательно оставлю в описании. Если будет интересно, можете глянуть. И вот такая же неприятность случилась со мной. У меня с нового года болит пятка. Мне на нее больно ступать. Особенно боль проявляется по утрам, когда ты встаешь после сна и после длительных пеших прогулок. Я думала, что пятка у меня болит от частой смены обуви. То высокий каблук, то скала, то сплошная подошва. И с нового года, практически до конца весны, я терпела боль. Весной я перешла на свои любимые, удобные, можно сказать, ортопедические кроссовки. И думала, что боль сама пройдет. Но она не проходила, и я решила все-таки дойти до хирурга и проконсультироваться. Тот посмотрел ногу и поставил диагноз пяточная шпора. Я в это никак не могла поверить, потому что считала пяточную шпору проблемой пожилых людей. И что в моем довольно молодом возрасте ее ну никак быть не может. Когда мне предложили пойти на рентген, я естественно согласилась, чтобы убедиться наверняка. И рентген окончательно подтвердил наличие у меня пяточной шпоры. Хирург для лечения прописал мне очень интересный рецепт. Настойку для местного нанесения. И сейчас я вместе с вами буду ее готовить. Вот такую памятку дал мне хирург. По ней мы и будем готовить настойку от пяточной шпоры. Нам для этого рецепта потребуется нашатырный спирт, глицерин и йод. Все эти компоненты продаются в любой аптеке и стоят сущие копейки. Эта настойка вам может подойти, если у вас нет аллергии на какой-нибудь из ее компонентов. Особенно хирург интересовался, нет ли у меня аллергии на йод. На йод у меня аллергии нет, поэтому буду готовить настойку и пробовать ей лечить свою пятку. Каждый из этих компонентов мы берем в равном количестве и все смешиваем в стеклянной емкости. Я заготовила шприц и буду им набирать по 10 мл каждого из растворов. Йода нам потребуется целый флакончик, в нем как раз 10 мл. Итак, приступаем. Далее мы берем нашатырный спирт или аммиак. С помощью шприца набираем 10 мл и добавляем к йоду. Глицерин прямо из флакончика нам шприцом с иголкой добыть не получится. Поэтому сначала я вылью его в приготовленную миску и уже из нее наберу необходимые для настойки 10 мл средства. Теперь мы все тщательно перемешиваем и согласно рецепту дадим нашему раствору отстояться 1,5-2 часа. Я для этого перелью его в заранее приготовленный флакончик, в нем он и будет настаиваться 2 часа. Прежде чем поставить нашу смесь настаиваться, я вам расскажу, как ее в дальнейшем использовать. Эту настойку нужно втирать в пятку на ночь. Ничем утеплять, заматывать пищевой пленкой не нужно. Наносить ее лучше не голой рукой, а в перчатке или ватным тампоном, потому что смесь очень едучая и руки могут начать шелушиться. Также хирург предупреждал меня, что может начаться сильное шелушение пятки, поэтому не забываем на следующий день после процедуры наносить на пятку смягчающий питательный крем. Как сказал мне хирург, этот рецепт многим помогает. Ну что, проверим? Буду держать вас в курсе дел. Буду рассказывать, как проходит мое лечение пяточной шпоры. Если вы тоже страдаете пяточной шпорой, давайте лечиться вместе с помощью этой очень бюджетной и простой в приготовлении настойки. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить свои оценки, мне это очень приятно. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Ну а на сегодня все. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok